Чем тебя притянула Россия? Город Москва стал лучше, чем любой город Греции сегодня для жизни. По-моему, ты еще жил в Лондоне. Я в целом очень люблю Америку, Нью-Йорк. Я знаю, что у тебя даже депрессия была. Мне показалось, что просто жизнь остановилась. Были мысли уехать обратно в Грецию? К черту. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Работая в пиаре и журналистике, я часто слышу мнение о том, что жизнь где-то там, за границей, лучше. Но я считаю, что это не так. Это доказывают и мои гости. Иностранцы, которые родились и выросли за границей, но выбрали жизнь здесь, в России. Григориус Гавалидис, 33 года. Грек. Основатель архитектурного бюро. Ради образования сменил жаркие салонники на промозглый Санкт-Петербург. Поработав в крупных мировых компаниях, открыл собственную в России. Обожает московскую инфраструктуру, но считает, что ей не хватает. Апинских пляжей. Григориус, привет. Да, приветствую. Спасибо тебе большое, что приехал сегодня ко мне в студию. Чем тебя притянула Россия? Как ты сюда приехал? Вот это самый сложный вопрос. Я не знаю, мне кажется, достаточно спонтанно получилась Россия. Это могла быть любая другая страна мира. И это на самом деле должна была быть другая страна. В смысле, вот мои друзья детства, кто-то уехал в Австралию, кто-то уехал в Англию, кто-то уехал в Германию. В смысле, я что-то, мне кажется, креативил и приехал в Россию. И не жалею об этом. Но ты приехал сюда учиться? Да, я приехал учиться. Я в Питере жил первые пять лет. Вот я как раз хотел стать архитектором. Семья у меня никакое отношение к архитектуре не имеет. Соответственно, не понимали, как подойти к этой профессии. И вот архитектура Санкт-Петербурга, допустим, вдохновила и маму мою. Говорит, ну вот там, ну там, просто красиво, наверняка в этом плане в порядок. Конечно, потом вернулся, сказал, что все, больше не ногой, погода не моя, условия не мои. А почему вернулся? Я знаю, что у тебя даже депрессия была. Да-да, у меня в Питере была жуткая депрессия. У меня была, короче, выявилась такая болезнь даже. Я всю жизнь жил в Греции, и мое, ну как врач мне сказал, твое тело вырабатывало, не вырабатывало никакие витамины. Все тебе давалось от солнца, в общем-то, ты просто пользовался. В Питере, когда ты там по два-три месяца без солнца, это все баночки с витаминами, мне кажется, это послышали. И я все без энергии, там железа не хватает. В смысле такая, уже начинает просто организмом вытягивать этот климат. И на базе этого еще плюс загрузка такая учебная. Короче, все, сложилась такая некрасивая картина, что я ее не хотел переживать из-за дня в день. И, в общем-то, идея вернуться ближе к югу, где мне хорошо и комфортно. А вернулся я чисто по любви для жены, забрать жену и остался. Я приехал в Москву, сказал, все, я тебя забираю, поедем в Берлин. Я нашел там работу и думал сейчас, ну давай там, сколько там надо нам, два-три месяца там побудем в Москве. Ну и пока там, в общем-то, работу поискал, там что-то какое-то, мне начали предлагать поработать, какие-то проекты звали. Ну и начал там работать и закрутился до прям, уже не думал о Европе. Я понял, что что-то в этом есть. Было для моей профессии огромное пересмотрение. В смысле, тогда было очень дикое востребование вот это мои европейские видения, скажем так. То есть тебя, получается, в России все-таки удержала любовь? Я думаю, да. Но при этом у тебя была возможность поехать в Берлин, поехать, по-моему, ты еще жил в Лондоне и в Лос-Анджелесе. Я в Лос-Анджелесе, я поехал из Москвы. Это была командировка. Вот как раз компания, где я работал, мой бывший шеф, он там в Лос-Анджелесе сам работал и сказал, слушай, надо там по проекту. И я там поехал, остался. На некоторое время мне очень так понравилось, но Лос-Анджелес тоже не мое. В смысле, я там... Почему? Да, вот я понял, что мне Европа очень понятна. В смысле, я в целом очень люблю Америку, там, Нью-Йорк, поехать марафон пробежать или что-то активное там, просто прокатиться. Но вот жить в Лос-Анджелесе и что-то как-то... Ничего по моей... По типологии жилья, которую я вот прям очень так много говорю и развиваю, там не происходит интересное. Например? Профессионально сказать так, как и в Европе, собственно, путь архитектора... Входной билет в архитектуру гораздо более сложный. В смысле, там... Короче, в России молодые делают гораздо больше и влияют гораздо сильнее. Ну, мы чуть позже с тобой об этом поговорим. Ты знаешь, мне вот все-таки интересно, когда ты первый раз приехал в Россию, какое у тебя было ощущение от самих русских? Вот это ощущение то и ощущение сейчас небо и земля. В смысле, тогда у меня было ощущение, что это вообще все не мое, это все не про меня. Я достаточно был... Жил хорошо в Греции в плане моря, солнца, бесконечные пляжи. В смысле, я там прям очень так активно проживал греческую жизнь. И когда я приехал в этот Питер, мне показалось, что просто жизнь остановилась. И люди не особо-то интересны, потому что у нас ничего общего. То есть я не люблю пить пиво, там, как студент. Я был в спорте, у меня были куча таких винсерф, там, не знаю. У меня не было друзей, у меня не было своего круга, я не сформировал. В смысле, я ушел в учебу, в такие, в свои мысли. И это год-два точно. В смысле, я год-два там такое было, плавание свое. И никто не разговаривал по-английски, я очень плохо разговаривал по-русски. И тогда у нас была такая lost in translation. Все равно Питер, я в Питере очень так... Я тебя понимаю, я сама не люблю Питер. И вообще, мне кажется, если приехать в Питер, как мне кажется, больше, чем на три дня, то в какой-то момент начинаешь понимать Раскольникова, почему он взял собственный топор и пошел убивать бабушку. Для меня это тоже супердепрессивный город, но тем не менее. Вот ты говоришь, разница восприятия людей тогда и сейчас кардинально отличается. А в чем эти отличия? В Москве такой динамичный супергород. Погода даже, кстати, лучше гораздо. В смысле, нет такого прям вот этой депрессутии. Она там буквально месяц-полтора максимум в феврале. Соответственно, динамика другая. Люди позитивные, все в делах. Вы его прям зашкаливаете. Такой интерес, быть в проектах. Я сейчас лечу на родину, и я понимаю, что на второй неделе я уже там все, хватит. Скучаешь? Да-да-да. Скучаешь по родине? Конечно. Березку бы обнять. Вот березку бы обнять, да. Это, кстати, я очень люблю российскую природу. А что касается русской души? Знаешь, многие говорят, что у нас такая необыкновенная душа, но сами внешне мы выглядим очень холодными. Согласен с этим? Душа обалденная. Теплота, ее более чем достаточно. Отклик. У меня, допустим, есть датчане, друзья, они как бы сто лет дружим, но нет вот этой души. В смысле, там все равно есть какой-то график по встречам. Ну, давай там в среду в шесть. В России это все можно быстро там, знаешь. Слушай, я не просто так на самом деле спросила про души, но я думаю, что ты более-менее с ней знаком, потому что в том числе у тебя русская жена, и ты достаточно долго здесь живешь. Но я хочу все-таки проверить, насколько ты хорошо знаешь, наши приметы. Ты уже, наверное, заметил, что в России очень сильно верят. Небольшой. Хорошо. Я буду предлагать тебе примету и несколько вариантов ответов. Давай. А ты выбирать правильнее. Итак, что принято спрашивать у кукушки в лесу? Понятия не имею. Первый вариант. Сколько лет жизни осталось? Второй вариант. Сколько у тебя будет детей? И третий вариант. Сколько километров до выхода из леса? У кукушки в лесу... Кукушка время у меня ассоциируется с этой кукушкой, которая времени. Это, соответственно, был такой ответ? Сколько лет жизни осталось? Сколько у тебя будет детей? Сколько километров до выхода из леса? Сколько жизней осталось? Правильно. Серьезно? Да. Ну, со временем немножко ассоциировала. Ну, вообще, на самом деле, у славян просто кукушка считалась птицей, которая отвечает за бессмертие. Якобы она знала о том, сколько человеку осталось жить. Поэтому меня спрашивали. В Греции это у нас на книжках в школе была кукушка. Это как бы такое считалось птичькое образование. В смысле, у нас она ассоциируется с каким-то там знанием. А если говорят, ты что, ку-ку? Я не знаю, почему. Это вот как раз какое-то, да, рассказание. А в Греции есть это выражение? Нет. Ну, в России и в Лондоне он еще есть. Супер популярное выражение. Что нужно ответить, когда тебе желают ни пуха, ни пера? К черту. Правильно. Это перед каждой сдачей проекта у нас в команде такая есть. А ты знаешь вообще, откуда это пошло? Нет. Это выражение пошло от охотников. Потому что считалось, что если ты им желаешь ни пуха, ни пера, то ты им желаешь плохой охоты. Собственно, если ты не скажешь к черту, то у тебя не задастся просто твой день, это охотничий день. Поэтому они стали говорить. Окей, погнали дальше. Что нужно сделать, если твой друг наступил тебе на ногу? Наступить ему тоже. Правильно. Ну, слушай, это тоже было в моей жизни. Я кому-то наступил, мне наступили обратно. Кстати, в Греции, мне кажется, что-то похожее у нас есть. Это еще и в Греции, да. Такая история школьная была. А в Греции вообще верят в приметы? Да, конечно. Много? Я думаю, да. А есть какая-то самая популярная? Ну, черный код, вот это зеркало не разбить. По классике. Своих таких, каких-то индивидуальных я не припомню. Хочу поговорить немного о твоей работе. Ты архитектор. Да. И у тебя достаточно крупное бюро. Расскажи о своих проектах. Я архитектор-годостоитель. Мы строим основные наши проекты. Это как раз новый урбанизм. Как раз в России сейчас есть огромный запрос на свободные поля, которые должны освоиться, стать жилыми комплексами. Мы пропагандируем новый урбанизм, формируем новые районы, делаем их по принципам как раз комфортно, как в Европе. Второй аспект – это как раз-таки новая типология жилья в центре, более такая компактная, плотная небоскреба. По факту мы сейчас строим множество высотных зданий. Какие-то известные проекты? У тебя же есть известные проекты. Есть проекты, которые, да, они прямо уже очень популярны. Эвер, ЖК, вот так-то и компания делали. Спайр сделали сейчас, вот ландскеп весь. В НАУ, ЖК НАУ, я не знаю, всю набережную пересмотрели, дворовые пространства, мопы. Это работа эксклюзивная. В смысле, я считаю, что в России то, что мы сейчас реализуем, такой эксклюзивный спрос на рынке, он не подтверждается Европой, его нету как такового даже в Америке. Так что, либо Россия, либо Азия. Я предпочту в России. Я уже разобрался. Так что, да, мы остаемся здесь творить дальше. А где все-таки легче вести бизнес? В России или в Европе? Мне кажется, 100% в России есть специфика, но если с ней разобраться, здесь гораздо понятнее. Здесь потоки лучше. Если в Европе больше времени нужно на ту же задачу. В России мы за два года можем реализовать 200 тысяч метров жилья. В Европе за 200 тысяч нам попросят 8-10 лет только согласования, пересмотрения. Да-да-да. Мы еще здесь немножко бежим. Мы опоздали и нам надо вот успеть. В Европе они уже не там. В Европе они уже включили гораздо больше чеков. Регуляторов. Природные, там, да, восьминого восьминого. Там очень сложно. Вот мы сейчас строим в Европе, в Афинах, проект. И я понимаю, что это небо и земля. В смысле, 100 тысяч квадратных метров жилья в России проектировать или вот примерно по трудозатратам это как 8 тысяч в Греции. Это не про бизнес. Но вот ты работал в компании и с европейцами, и с американцами, а сейчас твой партнер это русский. Да. А ты можешь вообще рассказать, есть ли разница в работе с русскими, европейцами или американскими? Или вообще, вот знаешь, такое есть выражение «бизнес по-русски». Да. Есть, я скажу так, мы продолжаем работать с британцами, с швейцарцами, с американцами. У меня очень много друзей, партнеров. Мы называем это коллаборацией. В каждом моем проекте, в каждом нашем проекте, когда есть спрос на что-то, где мы еще не дошли в России, в смысле, экспертиза местная не покрывает его. Я всегда привлекаю моих партнеров, которые уже давно кипят в этом, допустим, проектировании такого рода проектов в Лондоне. И эту экспертизу мы берем сразу же и как бы раскрываем здесь. В партнерстве я с русским, с Антоном, и мы суперкомфортно. Это как вот, знаешь, как карты лягут с другой стороны. В смысле, могло быть и не очень. У меня был, кстати, первый бизнес, я открыл с другими людьми и очень некомфортно мне было. В смысле, там вообще не было общих ценностей. С Антоном у нас все, там, как это, лучше невозможно. В Греции у нас бизнес совместно с Греком. Ну, там тоже все понятно, потому что там тоже моя культура. Если бы я делал что-то с британцами, я думаю, я бы замучился. Они очень вот своими, там, знаешь, запятыми, там уже замучивают тебя. Не знаю, ответил я или нет. А с американцами, если? Ой, с американцами. Они классные, как повезет. С другой стороны, не все они суперклассные. Достаточно. Меня удивило их, у них нет такой клиентоориентированности, как у нас. Мы очень волнуемся, что скажет заказчик, как он это воспримет, помогли мы ли ему решить свою задачу, или мы решаем только свои как бы амбициозные, архитектурные. И порой, мне кажется, им вообще боффик. Ну, в смысле, они не в контексте. Мне нравится результат их работы, просто они работают с другими бюджетами, они не входят в нашу проблематику, они немножко в свои, там, да. И у них не всегда просвеживается вот это, как мы говорили, про душу. Про душу, знаешь, там, ну, как бы, такое ощущение, что это чисто для с бизнеса, знаешь. После начала спецоперации многие архитектурные бюро ушли? Типа, ребят, ничего личного? Ушли, ничего лишнего. Просто бизнес? Молодцы, теперь у нас больше работы. То есть реально конкуренция прям меньше стала? Ну, как бы, да, стало, не то, что меньше, просто звонил заказчик, говорит, слушай, мы тут с голландцами начинали, что-то они ушли, возьмете, я говорю, давай, возьмемся. Ну, с этим мы делаем, мы-то не на день не остановились и не планируем. А что ты лично думал после того, как началась спецоперация, были мысли уехать обратно в Третью? Нет. Ну, в смысле, конечно, что-то там переживал, читал, я просто отключился вот прям от меня, потому что невозможно вести вот такую бизнес-деятельность, как я веду, думать еще о мировой политике и, и как бы не, и за один день все это параллельно. Соответственно, я понял, что энергетически мой офис начинает очень сильно хромать, в смысле люди приходят уже там все такие в стрессе, и я им говорю, все, ребята, так как бы не пойдет, давайте мы, как бы у нас есть четкая рамка, где мы можем повлиять, делаем дальше то, что делали, только еще лучше, еще более высококонкурентная среда сейчас будет, типа, ну, какие-то проекты заморозили, соответственно, нас там меньше не стало в целом по России архитекторов, ну, и просто продолжили работать. А жена что-нибудь говорила? У меня жена, это отдельная история, в смысле, она реально, мне кажется, выходила, как любая русская женщина, в основном и странца, с пониманием, что скоро мы окажемся в Европе, а мы, наоборот, очень так, ну, да, она как бы осталась с иностранцем в России. Ей, мне кажется, вот временами ей очень нравится идея жить в Европе, но как только она, так как она, все лето всегда в Греции с детьми, в смысле, у нас там на 3 месяца мы стабильно уезжаем, вот, к бабушке с дедушкой, да, к бабушке с дедушкой на море. Я понимаю, что она возвращается туда с полным пониманием, что ей это не нужно на дольше, в смысле, там оставаться сентябрь в Греции, чтобы, это своя проблема, в смысле, там нету, чего-то нету, что есть здесь. Город Москва стал лучше, чем любой город Греции сегодня для жизни, сто процентов. В смысле, досуг здесь с детьми, он куда более насыщенный, чем в любом, даже самом премиальном районе Афин, нет такой среды, как есть где-то вот рядом с Москвой. Сколько музеев открыло здесь, сколько парков, сколько всего на свете, тут можно каждый день, как бы подумать новую тему и 10 лет и не повторишься. В Греции есть одно такое неоспоримое преимущество, это природные условия, в смысле, вот работаешь в Афинах, там сгонять на винсерфинг вечерком, милое дело, пойти поплавать на море после там работы тоже. Здесь такое не сделаешь, в смысле, это так чуть-чуть транспорт и так далее. Но в остальном, как развивается Москва и как развивается Европа, мне кажется, что в Москве мы обгоняем уже. Ну и все-таки, если говорить о такой архитектурной среде, о комфорте у русских и у греков, так как ты точно знаешь, у тебя два офиса, отличаются или нет? То есть те запросы на жилье, которые идут, они отличаются? Да. В России спрос куда более требовательный. Греки еще не такой высокая конкурентность. Ой, это отдельная тема, она очень глобальная. Короче, здесь просто у нас есть стратегии. Мы здесь работаем с стратегическими девелоперами, они формируют целый квартал. У них уровень влияния на проект огромный. Они могут взять один район и переобразовать. В Греции, так как в Афинах, допустим, в Афинах, ты не можешь работать на таком большом масштабе. Ты работаешь более мелком. По 8 тысяч, 9 тысяч максимум. Соответственно, поменять район таким образом невозможно. Очень много частников. Соответственно, ты можешь поработать над объектом. Делать что-то красивое, что-то уютное, что-то комфортное и так далее. А в России, ну и, соответственно, сколько надо таких проектов сделать, чтобы поменять целый квартал. Но это очень много времени, как я говорил, уходит. В России мы видим так, что заходит стратегический девелопер и буквально за 3 года, просто за 5 лет, допустим, окей, принципиально переосмысляет все районы. Формирует бульвары, связи между районами, велодорожки и так далее. То есть у него огромный уровень влияния. И, соответственно, через 5 лет ты видишь абсолютно новый район, восстанавливался из нигде, как Оазис, такой комфортный, классный. Люди там фонтанчика прыгают, бегают. В Греции такого нет. В Греции ты пойдешь в Кефесья, самый классный район по природе, по локации. Ну, ничего не произошло за последние 20 лет. Ну, совсем ничего. В смысле, там виллы, виллы, домик какой-то на 4-5 собственника. А так район не меняется. В Греции просто классно всегда. Ну, чуть красивее домики стали, допустим. Государство в этом плане еще не поняло важность этого всего. В смысле, у нас кризис за кризисом чуть-чуть задерживаются в этом плане. Ты в одном из интервью сказал, что если бы ты делал свои проекты в Греции, такие же, как в Москве, то греки вышли бы на протесты. Почему? Невозможно делать те же проекты в Греции, как в России. У меня вот сейчас в портфолио уже более 20 небоскребов в Москве. Ну, там, по высотной отметке, я имею в виду, все, что 150 и выше, считается небоскреб. А за всю Грецию Норма Фостер сейчас первое разрешение на строительство 200-метровой башни. Одной. То есть она одна на всю страну. Соответственно, представляете, да, какая разница? И для греков это стресс. То есть они не знают эту типологию и мне кажется, что просто они не готовы к этому. Хотя такого рода типология решила бы огромное количество проблем, которые испытывает город Афин и сегодня. Просто это надо стратегически подходить и вот с такими яркими людьми, как у нас здесь, с мыслями, стратегиями и с охватом начинать сформировать. Григория смог реализовать себя как специалист именно в России, потому что здесь профессия архитектора более востребована, чем у него на родине. Ежегодно из вузов выпускается порядка тысячи специалистов. 89% находят работу в течение года. Что касается заработной платы, то в Греции ежемесячный доход архитектора равен примерно тысяче евро, а в России почти в два раза больше, 130 тысяч рублей. Раз мы уже начали сравнивать страны, предлагаю продолжить. Давай. В России очень много программ, в том числе льготные ипотеки, всевозможные помощи, покупки жилья, я имею в виду. В Греции есть что-то похожее? Все гораздо лучше там. Значит, ипотека под 1%. У нас мотивировать людей выйти на покупку жилья, это милое дело, это милое дело, мы по ком веков так делали. В России можно сказать так, что деньги все-таки до сих пор дорогие, в Греции деньги дешевые, они субсидируются Евросоюзом повсюду. Надо понимать, что в Греции у каждого среднестатистического грека есть пару квартир, в смысле, они у нас еще из поколения в поколение переходят, дедушки, бабушки, и так далее, все передают наследствие, но нету вот этой проблемы, как у нас в Москве, что там, если у тебя там квартирка в Москве, ты уже там решил половину проблем в своей жизни. А в Греции наоборот была очень смешная история, когда сейчас сказали, ну все, так хватит, надо собирать деньги, давайте налог за каждую вторую квартиру и выше, ты плачешь определенный налог. Так люди дарили по 10 квартир друг другу, они не знали, что с ними делать, в смысле, они их не брали себе на баланс молодые, чтобы не платить эти деньги. И я думаю, что тут, поэтому именно очень важно держать фокус на конкретные проблемы конкретного города. В Москве мы сейчас решаем дефицит квартир, в Греции мы решаем префицит плохих квартир и вот как раз таки формируем спрос на нечто новое, то, что смотивирует людей из старого фонда перейти в новое для лучшего качества жизни. А что касается транспорта, такси в Москве намного, по-моему, они дешевле, чем в Греции? Был период, когда Яндекс вообще ничего не стоило. Вот если сейчас просто взять там простой Яндекс, тогда не сядешь, он вообще какая-то страшная вещь. Если взять получше, то, в принципе, те же деньги. Так что тут как бы есть, просто скажем так, в Греции нет вот этого совсем классности. Ты заказываешь такси, точка. Какое оно придет, это уже как карты лягут. В России у нас мы в этом плане избалованы. У нас там есть «хочу такое», даже можно там «майбах» взять и прокатиться. Притом за три копейки, ну, условно говоря. В Греции может приехать за те же деньги и убитая, а может приехать и что-то свеженькое. А насколько часто местные вообще пользуются такси? Все время. У нас, в Греции, кстати, достаточно плохо развит общественный транспорт. Нельзя сказать, что там что-то феноменальное. И вот я каждый раз пользуюсь такси. Оно не так, это не Лондон. Вот в Лондоне, у нас в этом плане нормально. А что с общественным транспортом там? У нас с общественным транспортом, ну, метро, понятно, в Афинах, да, в Салониках уже 20 лет копают, что-то не могут никак докопать. Автобусы, они ходят по своему графику, они не очень стабильны. В смысле, ты можешь, нет такого, что в 7.15, значит, в 7.15. Поезд может обознать на час. Ну, как бы такая, да-да-да. В смысле, я назначил встречу, взял поезд из Салоники в Афины, всем должны были быть прибытия, короче, время 7.40. Нам рекламу рассказали, то сказали, а когда прибудем, так и не говорили. В смысле, такая история смешная. Москва, скажем так, она все-таки разобралась, она очень хорошо организовалась, всякие вот эти госструктуры, где-то там уже по приложению, это класс. Тебе нравятся наши госуслуги? Слушай, мне нравятся приложения. Я прям, любые документы, я не стоял в очереди в России лет 10, не знаю, 5 точно, за документом. Заказал и купил. А в Греции я как приезжаю, вот только просто поменять свой статус банки, это уже там на 3 недели работать. Ну, в смысле, ходишь, доказываешь, бумажечки печатаешь. Еще такой постаренький. Мы уже забыли все. Григориус, давай поговорим о медицине. Мои друзья-греки рассказывали, что в последнее время в Греции есть какие-то там проблемы, не хватает специалистов, иногда в очереди можно 4-5 часов просидеть, просто ожидая врача. Правда это или нет? И где вообще медицина с точки зрения удобства и комфорта устроена лучше? Я какой-то сегодня сторонник России выходит. Все ответы в сторону. Пока все в пользу России. Но там всегда было немножко, все, ну, не дорабатывали. Ну, тебе есть чем сравнить, может, с тем же Лондоном, например? Да я нигде не лечился, слава богу. Я могу только чисто от того, что слышу. Ну, я вижу, опять-таки, здесь мы быстро реагируем, даже вот сейчас на ковиде, да, в смысле, меры, которые приняла Россия, то, как быстро отреагировали, даже вот мы строили вот эти однодневные хоспиталы, чтобы лишь бы врачи могли ночевать и продевать свои службы и так далее. В Гретьи вообще ничего не смогли, у них нет бюджета на такие вещи. У нас гораздо более такие консервативные меры были приняты, типа, оставайтесь дома, не выходите, и уж там как-то так. Но, если глобальная медицина, я знаю, что у нас очень сильная, как называется, альтернативная немножко медицина, и прям ее славят даже здесь, вот, врачи. А вот, если говорить об общей такой услуге, я, мне не нравится, что вот дети, да, там, сразу антибиотики пичкают, здесь у нас такого нету, вроде здесь дают шанс как-то альтернативным методом выявить. Я помню, мы на острове были Самос, и кто-то поранился, пошли в больницу, ну, мы там минут 40 искали хоть одного врача, в смысле, там просто пустое здание было. Я не поняла, что там с альтернативной медициной, она хорошая в России или в Греции? Нет, есть. Ты просто очень часто говоришь, у нас про Грецию, а иногда говоришь, у нас про Россию. А я видишь, я уже такой, я уже дипломат, да, у нас тут и у нас там. Короче, это была гомеопатия. Вот как раз врачом, которым мы лечили здесь, он сказал, когда узнал, что у Стефан Гавалидис, там Грек, он говорит, слушай, ну у вас там в Греции самые лучшие врачи гомеопатии, и мы отсюда вылетим, получились у них курсы, пройти вот этот ноу-хау и так далее. Вот, как бы такой был яркий кейс по медицину. Остальное все, все, что касается, кажется, я так скажу, все, что касается системы государства, там все, ну, пока еще не дорабатывают. Видно, что делать огромные усилия, чтобы был прорыв, но может не хватать бюджета, может быть сил не хватает. Григориус, ты знаешь, кстати, что за последнее время одним из самых любимых стритфудов в России, помимо шаурмы, стала греческая пита. Мне кажется, она покорила. А что нужно еще попробовать из греческой кухни? Вот, во-первых, я ни разу не ел эту питу в России. У меня какое-то, я не знаю, почему, просто я когда вот мусака съел один раз в Питере, мне кажется, в ресторане Фина, я помню, до сих пор греческую кухню кушать вне контексте Греции, это бесполезно. Это, это просто не то. Даже выпивки греческие традициональные, они заходят, вот, ты не можешь пить ципуру в Москве, ты должен выпить ципуру на пляже с свежим, рыбой, с мидья, под солнышком, там, и так далее. Соответственно, греческая кухня для меня, она ассоциируется вот прям с Грецией, и я ее вот только там люблю. Ни в Америке, ни в Европе, я никогда не пойду могу, конечно, удовольствием, если там компания так решит. Но вот это не для меня это такое, не раскрытый еще момент. Что касается российской кухни, я ее, если только, вот, кстати, да, ее только можно в России сказать, что она как-то популярна где-то в Европе, или в Америке, или в Греции, даже близко нет. Все эти блюда, они так же хорошо ложатся только в России. Но такое ощущение в последнее время, что в России, конечно же, кухня, она улетела в космос. Качество блюд, где подаются в Москве, это очень-очень вкусно. Но они уже не российские, они уже такие международные. Ну, я не просто так, на самом деле, завела разговор о еде. Я не обещаю тебе пикник на природе или обед в центре. Но хочу предложить тебе традиционное русское блюдо. И чтобы ты попробовал его угадать. Ты готов? В смысле, я должен закрыть глаза и все, да. Я готов? Что делать? Класс. Хорошо. В этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и стараюсь их удивить. Григориус, ты готов удивиться? Я готов, да. Надевай маску. Мне кажется, он тебе очень идеал. Так. Держи. Так, хорошо. Я вот все сюда... Попал? Попал. А где вилка? Ну, это курочка. Да? Может, еще попробуешь? Нет, не курочка. Ребята, я не знаю, что такое. Тебе это нравится? Это вкусно, да. Ну, может, есть еще. Может, поймешь. Нет, это очень вкусно, но это, можно сказать, сашлык какой-то. Нет. Можно я сниму маску посмотрю? Давай. Да ладно! Блин, ребята, вы меня разыграли. Да это же элементарно. Но я не ем такое. Честно говоря, я тоже думала, что ты сразу поймешь, что это пельмени. Кстати, это очень вкусно. Я в шоке, потому что я думал, что это какой-то кусок мяса. Это пельмени. А, это пельмени. Окей. Представляешь? Самое, что интересное, а доподлинно неизвестна родина самих пельменей, в России считается, что их родина это Урал или Сибирь. Но вообще считается, что это не так. Возможно, они пришли откуда-то к нам из Китая. Я тоже в шоке. Я думала, что ты угадаешь. Я сейчас в шоке, потому что это элементарно. Я должен был угадать. Я не знаю, почему у меня такой шок-контент. Я подумал, что это какой-то шашлык и не мог успокоиться. А с чем это пельмени? С мясом. А что за мясо? Свинина, говядина. Свинина, говядина, да? Все. Я прям профан. Sorry. Григориус, хочу поговорить с тобой немного о личном. Давай. У тебя русская жена. Ну, я думаю, в принципе, до жены ты успел познакомиться с русскими женщинами. Расскажи, есть ли вообще разница между гречанкой и русской? Огромная. В смысле, сто процентов. Я считаю, что у меня в жизни повезло. В основном это со жены. Потому что я ее обожаю. И как бы она русская. И я вот эту культуру, как она с детьми, у нас там трое детей. Кстати, дочка есть. Вот это уже самое современное такое поколение русской женщины, которой я познакомился со своим характером. Женой мы 20 лет вместе примерно. Поэтому сказать, сейчас ссылаться на 20-летний недавность нет смысла. Сто процентов, судя по тому, как я вижу, как проходит наш брак в России с нашими вот внутри как организована и сколько энергии тратит жена на семью и так далее, это не сопоставимо с Грецией. Гречанки, они куда более такие расслабленные, не очень так готовят, как готовят в России, не очень так прибирают, как выбирают в России. В смысле, я вижу, что вот мои друзья, которые также создали семью с гречанками, в этом плане отстают тоже. По факту, сегодня Россия там, знаешь, 10-0 в пользу России, чем Греции. Мне кажется, что в этом плане Россия, все, что повезло больше всего, это женщинами, конечно, они красивые, они умные, образованные, начитанные, в смысле, это такая прям сила. В Греции я вижу, что наоборот, все скинули на бабушек, сами там, что-то там пытаются отдохнуть и все время в какой-то константной усталости находятся, ну, знаешь. Ты бы хотел, чтобы у твоих детей был такой российский менталитет? Я думаю, что на самом деле у меня вот очень важный этот аспект, я все время о нем думаю, в смысле, я первый вот такой серьезно расстроился, что я в России, когда мой сын пошел в первый класс в школу в России, и я подумал, что я был уверен, что почему-то, что мои дети будут расти как я и ходить в школу как я, потому что вот это позитив, другой вайв, они не могут получить его в России, в России все-таки такая более... То есть мне кажется, хорошо, когда комбинируешь и то, и то, вот как делаю я, сейчас, если посмотреть совокупно, я месяца 2-3 в году точно не в России, и тем самым возвращаю свою эту энергию через Грецию. Соответственно, я уже не знаю, что я хотел бы, есть как есть, у меня дети учатся здесь, они будут продолжать учиться здесь, в общем-то, здесь все меня устраивает в целом, и по друзьям, и по досуг проводим, и по учебе. Кстати, здесь, в России, я вижу, что программа школьная куда более сильная, чем у нас тоже было на родину, да. Здесь больше, мне такое поры, ощущение, что в Москве задали какой-то темп на прокачать немножко и молодежь, на новые темы, цифровизации и так далее. В Греции этого тенденции нет, в смысле, мы не чувствуем, что какая-то хоть малейшее изменение в системе образования произошло. судя по тому, что я вижу, все по стареньке, как было там, когда я учился. Здесь, опять-таки, в Москве очень много программ, внедрения, нового опыта, что в целом, я думаю, что еще лет 5-7 положительно, если будет все вот так, то это прям догоним то, что... Перегоним. Перегоним, Григориус, у меня осталось три последних вопроса, которые я задаю всем своим гостям. Так. Отвечай, пожалуйста, максимально коротко. Главный стереотип иностранца России. Ну, если в шутку, то некоторые думают, что здесь медведи ходят еще рядом с Кремлем. Это я слышал, ну, так шутя, конечно. Стереотип России, ну, что тут люди пьют водку. Люди не пьют здесь водку уже давно. Мне кажется, все пьют от первого лишь пить. Что для тебя патриотизм? Патриотизм, человека, у которого живет на два государства. Ну, у меня избирательный образ в смысле патриотизма. Я из Греции беру некие... Опять-таки, через призму того, что я передаю своим детям, детям, да? Беру некоторые начала, которые я очень верю, что они вот прям идеально подходят под мое мировоззрение. Это из Греции. И из России тоже передаю. И мне кажется, это у меня коктейль патриотизма получается. Три главных качества русской души? Так. Открытость. Я не могу ответить почему-то. У меня по-гречески все хочется сказать. Скажи по-гречески. Ага, пистрогейки в ному сыне. А в той не перипупу влепуста яд неликой психи, яд ростикой психи. Вот переведите теперь на досуге. Так и сделаю. Хорошо. Спасибо тебе большое. Вам спасибо, ребята. Мне кажется, это было крутое интервью. Да, мне тоже. Я получил удовольствие от вас. Это проект Мы и они. Я его автор Мария Шахова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии. И помните, хорошо там, где мы есть.